Поколение «Альфа» старшим сейчас 10 лет, 10 лет и младше. У меня будет предложение, насколько это возможно, минимизировать сыровое потребление. Обязательно поставить все контроли, какие только возможно, на телефоны, потому что, к сожалению, поколение очень быстро находит порнографию и становится от нее зависимым в возрасте до 10 лет. Что еще с ними делать? Учить их, читать им, аудиокнижки слушать на худой конец, спортивные занятия. Чтобы просто... Это мы все время рассказывали смешную историю. Значит, случился кризис в плавании Соединенных Штатов. Ну, они державы, которые постоянно... Значит, у них модно плавание. Ну, бассейны настроили, у нас-то не было. Вот, поэтому... И в какой-то момент у них перестала молодежь ходить в бассейны. И они не могли понять, в чем дело. А оказывается, они без наушников там. Придумали наушники, чтобы можно было плавать под жабочкой, и все, опять пошли нормально спортсмены. Да, поэтому, в общем, короче говоря, чтобы максимально отвлечь от цифрового и увеличить степень социализации взаимодействия с людьми. Вот все, что может сделать. Какие у них особенности, не так важно. Просто надо понимать, что мы сейчас абсолютно не понимаем, каким образом будет устроен будущий мир. Значит, какие потребуются компетенции. Значит, вот если им сейчас там 10, 5 и так далее, значит, сегодня какой год? 20, 23, да? Значит, сингулярность сейчас планируется на 37-й. Вот. Маск в целом говорит ее 4-5 лет. Что сходится со статистикой Капицы и Диаконова, которую я все время рассказываю. Вот. Поэтому мы не знаем, какой будет мир. Мы пересечем какую-то ватерлинию, и что с ней будет происходить дальше, не вполне понятно. Поэтому главная задача — сохранить мозг. Чтобы там сохранилось как можно больше нервных клеток, потому что потом можно будет эти нервные клетки чему-то приспособить. Соответственно, разнообразие обучения, не нужна ранняя специализация. Потому что, как бы, вот это. Давайте мы отдадим физиономатическую школу, потому что будут потом программисты. Это вот в свое время так очень эффективно подготовили экономистов и юристов. Вот. Значит, не готовимся к прошлой войне. Понимаем, что война будет будущая. Вот. И нужно заниматься тем, чтобы просто максимально расширять кругозор ребенка, его формировать, у него историческое сознание. Потому что проблема нынешнего времени состоит в том, что у нас нету понимания, что что-то было до нас, и что-то было после нас. Я какой-то сейчас смотрел сериал, я вам скажу. Подскажите мне. Там монашка борется с искусственным интеллектом. Миссис Дэвис. Как называется? Миссис Дэвис. Вот, миссис Дэвис, да. Значит, вот это, как бы, квинтессенция. Очень хорошо сделанный, так сказать, драматургический сюжет. Ни хрена не понятно. Как на американских горках. Какие-то сцены. Вот. Просто. Я ничего не помню абсолютно. Хорошо снятый сериал. Все, идеально, да. И самое главное, что вот монашка борется с искусственным интеллектом. И это только одна из деталей этого метамодерна. То есть, все совсем там параллельно. Тамплиеры. Подсказывайте, что там еще было. Масонов. Нет, масонов там не было. Хотя я мог не заметить. Вот. То есть, там все было. Там вот искусственный интеллект. Какие-то, знаете, всем пробрались в голову. Значит, все стали. Ну, чертов... И все связано со всем. Вот. Да. И они спасают Святой Граль. Да. И там еще, значит... Вот. Точно. Там очень большая линия, значит, вот этого. Христос там есть. Значит, живет в баре закрытый. Его не выпускают оттуда. Я вам серьезно. Я в кино пересказываю. У меня образы всплывают в голове, понимаете. Вот. Монашки, значит, бегают с искусственным... С этим... Со Святым Граалем. Святой Грааль сделан из черепа Христа. Чтобы вы понимали. Это чаша Христа, да, Святой Грааль. Который сделан из его черепа. Ну, немножко там наложилось. Что-то не пошло. Но, как бы, это полный абсурд. Ну, то есть, это театр просто дичайшего абсурда. Это и люди, которые будут воспитаны в мире, в котором они не понимают, вот, исторического сознания не будут иметь. Это будет катастрофа. Ну, вот. То, что кто-то, кроме родителей, сможет это историческое сознание детей сформировать, я сильно сомневаюсь. Вот, поэтому обязательно вот это.